Еще одна тема, такая же стратегическая для страны, как народосбережение, это сохранение культурного исторического наследия. О чем мы уже много говорим в нашей программе, где у нас есть несомненные достижения, но есть и проблемы. О них в этот раз подробнее. Самое острое и актуальное – расселенные дома, которые так и не попали на реконструкцию. Город Чистополь – город, богатый на историческое наследие, но его центр сегодня – это вереница заборов, разбитых окон, содранных крыш. Чего только стоит снесенный дом писателя Константина Федина, скандал с которым разгорелся несколько лет назад. Сегодня на его месте коттедж, узнать в котором прежний дом невозможно. На объекте теперь даже нет таблички с указанием исторической справки. И этот дом не единственный. Часть снесенные, еще часть просто одиноко умирают на собственных обломках. Распознать их практически нереально. По всему Чистополе всего пять табличек с указанием исторических данных, а старинных домов – сотни. Когда-то здесь жили купцы, а после эвакуации – писатели и их семьи. Имена не то что известны – великие. Константин Паустовский, Михаил Исаковский, Леонид Леонов, Константин Федин и многие другие. Среди них и Борис Пастернак, лауреат Нобелевской премии. Он, кстати, единственный, кто, так сказать, заслужил создание музея. История началась в 2011-м. Город расселяли по программе аварийного жилья, оставляя дома без охраны и без программы развития. И это несмотря на охранный статус некоторых памятников. В списки на расселение попали примерно 200 домов. С тех пор застройка разрушается и временем, и людьми. Но сохранять и охранять их, а тем более восстанавливать, судя по всему, никто не собирается. Диляра Юсупова продолжит. Мы стоим сейчас в историческом поселении, в достопримечательном месте, исторический центр Чистополя. Он сам по себе является объектом культурного наследия. Но, к сожалению, он понес, наверное, уже непоправимые потери. Здесь у нас каждый дом – это история. На каждом доме можно повесить мемориальную табличку. О каждом доме, практически в центре города, можно рассказывать, рассказывать и рассказывать. Беда с домами – это беда и с жителями. Очень сильно теряется культура городская, сильно теряется культура горожан. Вот я не знаю почему, но все больше и больше равнодушных к своему городу. Из окна автомобиля Чистополь будто на ладони. Дерево – забор, старинные наличники – снова забор. Из-под него и не видно того города. Теперь есть только этот. Полуразрушенный, огороженный, все еще старинный, но уже утраченный. Возле забора, за которым и находился дом, в котором жил Михаил Исаковский, мы вот сейчас и проходим. К сожалению, этот дом несколько раз горел, и в конце концов его решили не восстанавливать, а просто-напросто снесли. Хотя он и попал в число объектов культурного наследия, и числится в этом реестре, но тем не менее. Дом, которого нет, может и не стоит уже сожаления, как тот, который еще есть. Дом Авдеева теперь грустно смотрит на улицу Карла Маркса. Его жалко еще и потому, что он не просто маркер времени, но и эхо, искусство. Здесь жил так называемый прототип доктора Живага. По соседству уже останки в этом флигеле с 1941 по 1943 годы жили писатели. Тот самый старинный дом на Карла Маркса, где жил Сельвинский и Леонов, теперь от него остались только стены до руины. Обратите внимание, как здесь все заросло травой. Он был разрушен около 20 лет назад, но его можно было спасти. В последние годы он несколько раз горел, но даже это не стало поводом для внимания чиновников. По кирпичику дом растащили предприимчивые мародеры. Окна и двери, изразцовые печи, паркетные доски утеряны, вероятно, безвозвратно. Как и сам город, центр стремительно обрастает многоэтажками, вытесняя былое. Многострадальный дом Константина Федина. Это, конечно, не он. Он выглядел совсем иначе. Сначала огородили, потом заколотили, следом снесли. На его месте появился муляж. По-другому не назовешь. Совершенно непонятные причины. Участок был куплен частником, который, естественно, видел эту табличку, который, естественно, знал, кто здесь жил, который, естественно, понимал, что этот дом сносить нельзя. И, тем не менее, дом был снесен, и вместо этого дома возлетено то, что мы сейчас видим. Насколько я знаю, были суды у комитета по охране объектов культурного наследия с владельцами. Суды были выиграны. И есть предписание все вернуть в первоначальное состояние. Ну, уже, наверное, я думаю, лет пять прошло с момента внесения постановления, а ВОЗ и ныне там. Есть решение суда, но кого это волнует? Разве что пару человек, кто чтит память и время. Если такое случилось с объектом культурного наследия, что говорить о просто домах, которые, на первый взгляд, не примечательны, но тоже особенные. Мы стоим сейчас возле забора, за которым находится пустырь. Здесь еще года четыре-пять назад стоял дом, очень похожий на дом Треневу, в котором мы сейчас были. В нем жили детская писательница Зинаида Александровна с мужем Аароном Эрлихом. Да, это не первоклассные, не первостатейные, не столь издаваемые, может быть, писатели, но Зинаиде Александровой мы обязаны той детской песенкой «В лесу родилась елочка», которая именно она собрала из куплетов, из остатков, сделала литературную совершенно вот такую композицию, которую знают все наши дети. Если говорить о улице Толстого, здесь жило много писателей, и, к сожалению, не все дома сохранились. Если пройти чуть дальше, вот за этот замечательный купеческий особнячок мы к нему сейчас подходим. Там стоял дом Пальва Толстого, 89, в котором жил Арсений Тарковский. Ну, если Зинаиду Александровну знают немногие, а Арсений Тарковского знают практически все. Некоторые благодаря его сыну Андрею Тарковскому, всемирно знаменитому, известнейшему режиссеру Новатого, Иванова Диестова, Андрея Рублевна, ностальгия, вот. Ну, и сам Арсений Тарковский. Это, как говорят некоторые эксперты из на такие литературы, последний поэт Серебряного века. Программа переселения из ветхого жилья в Чистополе стартовала почти 15 лет назад. Старинные купеческие дома в центре города были расселены и остались бесхозными. За это время их растащили люди и погубило время. Администрация города, считают, жители делают вид, что обеспокоены, но им никто не верит. Вот появляются строения, обычно высотный регламент соблюдался всегда по углам квартала. А сейчас вот появляется строение, высотный регламент, дом внутри квартала, он оказывается выше реперных точек высотного регламента в конце квартала. То есть, в принципе, это же чье-то решение, и потом это решение тех, кто об этом знает, кто на это учился. Но, к сожалению, у нас очень много решений принимают троечники. У нас есть объекты, которые в свое время были расселены по программе ликвидации аварийного жилья, и их передали инвесторам. Но город маленький, и такого вот экономического эффекта инвесторы от того, что они восстанавливают объекты культурного наследия, не имеют. Нужно сохранить. Это же история, это же красиво все-таки. Надо-то надо, только будут ли, будем честны, у города нет на это средств. У инвесторов желание. Они покупают не для того, чтобы тратить, а чтобы зарабатывать. Зарабатывать на трупах истории. Бизнес есть бизнес. Один из способов выхода был найден. Объекты выставили на торги за рубль. На сегодняшний день 9 объектов культурного наследия уже реализованы, и 23 объекта готовятся к продаже. Существенным условием конкурсной документации является соблюдение охранного обязательства. Охранное обязательство – это документ, который обязывает собственника реализовать процедуры по сохранению объекта культурного наследия в течение 5 лет. И при неисполнении этого обязательства к нему могут быть применены санкции. Этот памятник тоже выставлен на торги дом писателя Константина Тренева. Объект культурного наследия. Он один из немногих, кто сохранил табличку на фасаде. Внутри разруха. Нам немного удалось снять территорию за забором, но камера не передает до сих пор сохранившийся запах бани, который царит здесь повсюду. Бывший представитель общества охраны памятников Георгий Лыков – ветеран в этой области. Правда, больше по направлению археологии. Его библиотека помнит все, а он еще больше. Мы же выступили инициативы, чтобы в федеральный закон об объектах культурного наследия внесли вот такой параграф, что эти здания не сносятся, а по мере возможностей их нужно вернуть в прежний вид. Это было в 2011 году, но их никто не услышал. В 2019 году Чистополь вошел в программу Минкульта России с Банком развития БРИКС по сохранению памятников. На полную реставрацию отправят 11 объектов, еще несколько на частичную. Это из 146. Много это или мало – решайте сами. Остается уповать на схему «дом за рубль», но могут пройти годы. Готов ли кто-то потратить миллионы на особняк? И столько же на его обновление. Диляра Исупова, Булат Абдульманов, 7 дней.